Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с неким ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, тот Тертул начал обвинять его, говоря, всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, с обязанным многим миром и твоему попечению, преобразованиями на благо этого народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя, выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением, найдя этого человека язвой общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, «Мы взяли его и хотели судить его по нашему закону, но тысяча начальник лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобравшись, узнать от него обо всем том, в чем мы обвиняем его». И иудеи подтвердили, сказав, что это так, Павел перед Феликсом. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ этот, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу, отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Поэтому сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми, После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При этом нашли меня очистившегося в храме ни с народом, ни с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тобой и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть эти самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял пред Синеприоном. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами. Выслушав это, Феликс отстрочил тело их, сказав, «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяча начальник лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотни кусти речь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Павел перед Феликсом и Друзилою Через несколько дней Феликс, придя с Друзилой, женой своей, иудейкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Потом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет Феликса сменил порции фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Деяние апостола 25 глава Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кейсарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его в пути. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кейсарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. И так сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мной, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кейсарию, и на другой день, сев на судейское место, повелел привезти Павла. Когда он явился, страли кругом, пришедший из Иерусалима иудеи приноситься на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в правде свое сказал, в оправдании свое сказал, «Я не сделал никакого преступления, ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кейсария». Фест, желая сделать угодное, иудею сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Фест сказал, «Я стою перед задом Кейсаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничего не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал, что им будет достойно смерти, то я не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем обвинять меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кейсарева». Тогда Фест, проговорив с советом, отвечал, «Ты требовал суда Кейсарева, и к Кейсарю и отправишься». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кейсарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павла, говоря, «Здесь и человек, оставленный Феликсом в узах, на которого бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились прозвещенники и старейшины иудейские, требуя осуждения его». Я отвечал им, что у Римля нет обыкновения выдавать кого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защититься против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти этого человека. Авступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним, ибо их богоподчинение и каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я спросил, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но так как Павел требовал, чтобы он вставлен был на рассмотрение Августа, то я велелся держать его под стражей до тех пор, пока я не пришлю его к кезарю. Агриппа же сказал Фесту, хотел бы я послушать этого человека. Завтра же отвечал тот, услышишь его? На другой день, когда Агриппа и Вероника пришли с великою пушностью и вошли в судебную палату с тысяченачальником и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста прием был Павел и сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите этого, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И так как он сам требовал сюда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем, государю, поэтому привел его перед вас и особенно перед тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрению было мне, что написать, ибо мне кажется, нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!